На собрании народно-хозяйственного актива города на Березине подвели итоги и наградили лучших о достижениях и направлениях в развитии экономики, промышленности, социальной сферы и культуры. Виталий Гаврусев. С кем будет сотрудничать и громаж? Сколько оружия в Бобруйске? И куда падает преступность? Информационную картину дня подготовила Диана Умфольд. Бенч-пресс. В городе на Березине прошел турнир по жиму лёжа. Богатырскую силу Бобруйчана ценила и Ангелина Дюкон. В Дворце искусств прошло традиционное собрание народно-хозяйственного актива Бобруйска. Для гостей и участников были развернуты сразу несколько выставок. Продукция предприятий города, народные промыслы, работы кружковцев, внешкольных учебных заведений, а также дегустация товаров предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности города и области. Об итогах и планах Бобруйска расскажет Виталий Гаврусев. Итоги работы города за 2015 год подвел председатель Бобруйского госполкома Андрей Коваленко. Промышленными предприятиями города за 2015-й была произведена четверть объёма промышленной продукции Могилёвской области. Значительно увеличили объёмы производства такие предприятия, как Красный пищевик, машиностроительный завод, кожевенный комбинат, легпромразвитие, завод растительных масел, регион-продукт, типография имени Непогодина. За победу в соревновании переходящие Красное знамя получили ряд предприятий Бобруйска, среди которых Красный пищевик и фабрика художественных изделий, промторг и Бобруйский кожевенный комбинат. Трудности заключались в том, что всё-таки обувные фабрики меньше сделали, меньше продали и, естественно, нам задержали платежи, что и повлияло на то, что мы выполнили прирост, у нас был всего 130%. Если бы нам деньги вовремя отдали, то мы бы, я думаю, приросли бы на 150-170%. Тех, кто говорят, что люди хотят только импортные, неправда этого. Наши белорусы тоже умеют всё делать. Пустые склады, уменьшение себестоимости и новые рынки сбыта – один из основных показателей работы промышленности в прошлом году. Положительная сальдо внешней торговли – порядка 150 миллионов долларов. Количество экспортных рынков организации города увеличилось за прошедший год сразу на 15 новых стран, до 91. В том числе количество рынков дальней дуги, включающих Азию, Африку, Латинскую Америку, возросло с 44 до 52. Основная роль в развитии реального сектора экономики города принадлежит промышленному комплексу. На контроле горисполкома в течение года находились вопросы модернизации производств, обеспечения выпуска конкурентоспособных товаров, увеличения производительности труда, снижения энергии и материала емкости производства. Сложный был год. И в финансовом положении, и экономика плохо складывалась, пассажиры падали, пассажир оборот. Но в целом сработали неплохо. Считаю, что в этом году подтянем. Все упущено, что было в том году не достигнуто. В этом году подтянем и, думаю, выйдем на те прогнозные показатели, которые доведены на этот год. В год культуры нужно извлекать выгоду из истории Бобруйска, убежден руководитель города. Для этого нужно максимально позиционировать Бобруйскую крепость как визитную карточку не только города, но и Могилевского региона. В том, что Бобруйс хорош, во всех отношениях убеждена и бобруйчанка Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. Город хорош. Он хорош всегда, особенно тогда, когда цветут каштаны. Я всегда говорю, что площадь мне напоминает Приморский бульвар где-нибудь в Одессе. Победителей поздравили лучшие творческие коллективы города и зарубежные исполнители с бобруйскими корнями. Я с радостью замечаю, что Бобруйск не стоит на месте, что жизнь кипит, несмотря на все трудности. Я понимаю, насколько трудно людям и здесь, и в других городах. А концерты, смотрю, у вас каждый день практически что-то очень интересное происходит. То есть люди настолько доброжелательные, настолько жизнерадостные, что я сюда приезжаю, чтобы зарядиться вашей энергией. Денежные премии за победу в соревновании руководителей предприятий решили передать на укрепление развития учреждений культуры Бобруйска. Виталий Гаврусев, Диана Унфольд, Павел Зуев, Дмитрий Шевцов. Сегодня в Бобруйске. Бобруйска Громаш планирует создать в 2016 году три совместных предприятия за рубежом. Переговоры ведутся с партнерами в Словакии, Пакистане и Грузии. К примеру, создание СП в Словакии позволит больше сельхозмашин и агрегатов поставлять на рынок ЕС. С 15 товарных позиций получили соответствующие сертификаты. Подписаны меморандумы и о намерениях по созданию СП в Пакистане и Грузии. Бобруйска Громаш – один из крупнейших в Беларуси и СНГ производитель сельхозтехники. Основу производственной программы составляет навесная и прицепная техника для заготовки и раздачи кормов. Выпускается также техника для внесения органических и минеральных удобрений, раздельной рулонной уборки льна. В Бобруйске подсчитали владельцев оружия. В городе зарегистрировано 1825 единиц гладкоствольного, газового и нарезного оружия. 618 из них находятся под охраной Бобруйского отдела Департамента охраны МВД Беларуси. Предпочтение бобручане отдают гладкостволкам. В основном это охотничьи ружья, их в общей массе 1610 единиц. Газовых пистолетов – 113 штук, нарезного – 102 единицы. Каждому владельцу огнестрельного оружия, который не находится под охраной Департамента, направлено письменное предложение оборудовать места хранения сигнализации и заключить договор на централизованную охрану. Три дня выходных ожидает многих белорусов в первую неделю весны. Правительство страны определило 7 марта как выходной день. За него придется отработать 5 марта. Поздравлять женщин можно будет без перерыва с 6 по 8 марта. Организациям предоставлено право с учетом специфики производства, работы, осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством. В Бобруйске отмечается спад преступности. В 2015 году количество преступлений снизилось практически на 6%. Самый высокий показатель снижения уровня преступности наблюдается в общественных местах – 7%. По мнению правоохранителей, это результат ужесточения практики по привлечению к ответственности граждан, совершивших административные правонарушения. Кроме того, стало гораздо меньше преступлений, совершенных бобруйчанами в состоянии алкогольного опьянения. Пошла на спад и подростковая преступность. Однако опасения вызывают ситуацию с незаконным оборотом наркотиков. Количество подобных преступлений превышает среднеобластной и республиканский уровни. Титулованный именитый в Бобруйске прошел 19-й открытый турнир по жиму лежа «Бенч Пресс». 30 спортсменов и десятки подходов. Железные люди из Бобруйска, Волковыска и Сиповичей испытывали мышцы на прочность. Силу тела и духа оценила Ангелина Дикун. Анатолию 62 года. Самочувствие отличное. Не помнит себя без спорта. С 13 лет мы с отцом пошли в вагонетку, взяли еще тогда такая была, и начинал заниматься с нее. Потом подвалы. Подвалы в основном в наше время были. Сегодня при весе в 90 килограммов Анатолий поднимает штангу в 121. Все делает по мере возможностей. Тренироваться планирует еще лет 10. Расстроен, что в турнире нет соперников его возраста. Вместе с тем тяжеловесу приятно показывать пример молодежи. Самому юному всего 14. Ветераны железа говорят, что их спорт сегодня не в моде. К сожалению, не советское время, когда мы тренировались и соревновались там подвал на подвал, зал на зал. Сегодня это немножко по-другому. Но тем не менее растет и количество, и растет результат. Этот турнир – 19-й, открытый по жиму лежа. Традиционно прошел в Бобруйске. Впервые в составе участников девушки. Три богатырши стартовали с 40 килограммов. Уже в третьем подходе с дистанции сошли две представительницы слабого пола. 22-летняя Кристина Ус превзошла соперниц. Кристина пришла в зал пять лет назад. Вначале, чтобы похудеть, сегодня жмет железо, чтобы снова нарастить массу, но уже мышечную. 66 килограмм. Максимальный вес у меня был 60 килограмм. Это на жиме. 80 – присед. Нет, максимальный вес у меня был 110 на присед. И 80 – это была становая тяга. Всего в турнире приняло участие 30 спортсменов из Бобруйска, Осиповича, Волковыска. Все с железом на «ты». Главный судья Алексей Шейкин, самый титулованный спортсмен Бобруйска по жиму лежа, не только оценивал, но и контролировал качество выполнения подходов. О секретах мастерства лучшие делились охотно. В тренажерном зале самый главный орган – это мозг. То есть, если человек пришел и хочет правильно тренироваться, тогда будет результат. Если он пришел просто провести время, посидеть на телефоне, сделать пару селфи, рассказать друзьям анекдот. Такой на выходе результат. И по фигуре, и по здоровью, и по каким-то силовым показателям. Вредно для здоровья – это ипотеки, недосыпы и, наверное, работа, на которой работают каждый второй. В качестве стимула для дальнейшего развития своего тела вип-гость турнира Мараш Канаш провел ликбез. Неважно, каким ты спортом занимаешься, самое главное – это хотеть достигнуть высокого результата. Ты просто ставишь перед собой цель, много тренируешься и со временем достигаешь желанной цели. Абсолютный победитель турнира – бобруйчанин Эрнест Мустафаев. Спортсмен взял вес в 175 килограммов и подтвердил звание лучшего спортсмена 2015 года по жиму лёжа. Следующий турнир по бенч-прессу пройдет уже летом. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов. Сегодня в Бобруйске. Ангелина Дикун. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова